Тотл Вархаммер 2 Тотл Вархаммер 2 А помню, и можем ли мы его нанять, надо еще посмотреть Да, ассасин Кейна может быть нанят И раз Просьба была, мы его наймем Усиление натиска Сила оружия, либо будет быстро бегать Недовитые атаки, шанс на успех Засады Возьмем более Сильного, потому что Вадим просил сделать из него именно Ближника Так, герои маналии Плюс 500 рублей получили Дополнительно Вопрос в том Кого бы заменить Можно, конечно, заменить Медузу Но тогда ее надо отдать будет в другую армию Она, в общем-то, с самого начала у нас уже Воюет Все в облаках, ни хрена, ничего не видно Слава Сергеевичу, перебросим Отряд Блин, не достал Это миллиметр Следующим ходом Просили сделать бойца Сделаем бойца Сейчас еще поговорим тут о некоторых Аспектах, которых я посмотрел Перед Сирией Кто у нас является главным противником И оказывается Этот главный противник у нас на континенте Здесь, в южных землях Хемри С которым я хотел закончить кампанию Так сказать В мире, согласии, в военном союзе Он у нас, оказывается По квесту должен быть уничтожен Так, давайте назовем Ассасина, агента Дезирт Давайте во второй строке напишем Так Уорден Надеюсь, я правильно писал Вроде бы да Так, кстати, теперь Вот смотрите В целях у нас Хемри В уничтожении стоит То есть рыцари Леонесса уже были уничтожены Последний бастион уничтожен Но он, по-моему, конфедерировался с Гексатлем Может быть, просто был уничтожен Сейчас уже даже И не помню По-моему, они конфедерировались Кланэшен конфедерировался с Риктусом Будучи Его слабее И остается Лотерн Гексатль Но Гексатль скоро будет уничтожен Судя по всему Лотерн там тоже атакует со всех сторон А вот Хемри, конечно, это проблема Вот нафига он мне нужен в противниках У меня с ним прекрасные отношения Нету вообще, я посмотрел Никаких отрицательных факторов То есть только одни положительные эмоции Друг друга испытываем Мы с ним торгуем С довольно приличным доходом И, казалось бы, ну Нормальный пацан И с ним мы можем до самого конца доиграть Если, конечно, Малекиту войну не объявил бы Потому что я тогда бы принял в сторону именно Малекита Несмотря на то, что отношения с ним хуже Но, увы И, ах, с ним придется воевать Вопрос в том, только когда Если напасть сейчас Это будет разрыв торговли Это будет, опять же, ухудшение отношения со всеми Плюс ко всему Комп обычно встает на сторону Ну, по крайней мере, на легендарке На очень высокой сложности Он встает на сторону атакующего, агрессора Если мы сейчас нападем Мы разорвем договоры военных союзов с Риктусом Можем разорвать еще и с двумя другими царями Можно и Малекит даже отказаться В общем, у нас будут гигантские проблемы И на севере могут возникнуть сразу И на юге возникнуть Нас просто раздавят Со сломанной экономикой Учитывая, что, видите, доход-то не какущий А у Хемри там 20 с лишним провинций В общем, я пока склоняюсь к тому, чтобы на него не нападать Возможно, он нападет на кого-то из наших союзников И мы потом просто примем его в сторону Со временем Возможно, мы станем просто потом сильнее И сумеем его уничтожить Даже там, ну скажем, получив еще дополнительных врагов Но сейчас не самая удачная идея на него нападать Можно было, конечно, Риктус тянуть войну с ним Но проблема в том, что он может отказаться И стать нашим врагом еще в итоге А у нас предстоит бой за, в общем-то, свитки финальные И пишут, что это будет не Риктус Это будет клан Эшен отдельно Который уже вообще конфедерировался И теперь неизвестно Может, от его лица выступит именно, в общем-то, и Риктус Сложно сказать Может быть, у тех, кто проходил у них Эшен на тот момент еще был на карте Посмотрим, в общем Пока не буду объявлять я Хемри войну Подождем Это так, информация для размышления Делаем ход Сейчас будем забирать острова ковчегом И у меня есть еще одна идея Атаковать В люстре Дарков Да, именно Дарков Вот этих вот Как это называется-то, ребята Это у нас благословенный ужас Да, вот их атаковать У нас с ним отношения портятся Как видите Он не очень-то дружит с Малекитом Да он вообще почти ни с кем не дружит Поэтому У него хорошие здесь Хотя как хорошие Климат-то у него достаточно средний В большинстве городов для нас Но мы избавились бы от потенциальной проблемы Это раз Вторые бы закрепились бы в люстре Если бы была война с Крысами Ну, я не знаю С Риктусом война может быть только в одном случае Если Точнее, в двух случаях Если они на нас нападут по квесту Финальное сражение Именно они будут представлять Собственно говоря Этот мастер-ассасин Из их уже получается клана Который к ним присоединился Либо второй вариант Это Если они на Малекит нападут Или Малекит на них Мы примем в сторону тогда Малекита В общем Все сложно Пока делаем ход Да, и, кстати, Лотерн уже захватил Как видите, Хемри И не только Лотерн Две армии разбил Там, я посмотрел, были армии дерьма То есть, в основном были скелеты Стражи несколько отрядов Ну, пару элитных Но в основном это были обычные скелеты Он захватил западное побережье Почти все У Лотерна И с севера высадился еще и Малекит Сейчас сход закончится Покажу там, какая ситуация Ситуация Такая себе для Лотерна Можно, конечно, было на Лотерн напасть Но Его армию все-таки добили, смотри И отступил обратно он в Лотерн Но тут уже и так делят вовсю Ултуан Просто пока мы плывем Там уже все захватят Вот чего Пришли ревущие стада Нам какая разница Они пришли не к нам Что ты мне это показываешь Поэтому лучше напасть на Дарков Все-таки С которыми у нас никаких договоров нет А вообще, какие договоры у них с кем А у них с пиратами А у них с пиратами Оборонительный союз В общем-то и все Но у нас с пиратами И прицепляем И прицепляем ассасином Невидимые Ну только он рябь на воде идет После этого В общем-то у меня сразу Весь этот баф С двух А точнее с пяти там С лишним тысяч Упал до Двух Семьсот Вот так вот Вот примерно Вот то же самое было Камень мощи Вербовка матросов На 10 ходов Теперь скорость Всполнения потерь Стало выше Казалось бы Это хорошо С одной стороны Но с другой стороны С другой стороны Совсем нехорошо Потому что Это может и не работать А, мы здесь тоже Несем потери от штормов Продолжаем Просто чудесно Надо вообще отсюда Выплывать Короче Здесь штормов У нас нет никаких Здесь штормов нет Но у нас опять 10 единиц Одержимость Поэтому надо бы сбрасывать И 4000 уже стоит Выпивание на стойке Но выпьем Следующим ходом Я думаю Так Здесь Плюс 7 Все Вроде Нехорошо Более или менее Займем Провинцию Кстати Мы можем увеличить Доход Еще Здесь вот Общественный порядок Поменять на налоги В Тор В Тор Сурпендаре Ну и в общем-то Продолжаем ждать Продолжаем ждать Финальной битвы И сейчас Погребем Дальше Вам Люстрию Здесь мы уже Ничего увеличить Пока не можем Сюда Сюда Сплавать Сундук С картами Шанс Получить Магический Прилент Обзор На карте Компания На 10 Ходов На 50% О И видите Как сразу Доход Провалился Это потому Что мы вышли Из провинции И содержание Армии Резко Возросло Поэтому Эту армию Никуда пробрасывать Пока нельзя Она должна Сидеть в хагрифе Ну либо Только если Будет наступать Там на кого-то Из близ Лежащих Здесь вот Видите тоже Климат Где-то есть Нормальный Где-то есть Средний Где-то есть Вообще Пока у нас Красного Вроде бы нет Да Но Возможно Будет Скоро Возможно Скоро Будет На его месте Должен был Быть я Напьешься Будешь А да Вот смотрите Забыл показать Что происходит На севере Ултуана А вот Что там происходит Там Бьется Во всю Фига Лотерн Какие силы Пробрасывает На Малекита И при этом Забил болт На Хемри Который его Плющит уже С другой стороны То есть он Под ударом С двух направлений Находится Так Пардон Тут за щелканье Кое-что Пишу еще Параллельно Новая фракция Племя Кровавых Топоров О Хемри Потерял Две армии Просел А вот Ултерна Все хорошо Несмотря на то Что его еще И на горит И здесь Пытается Так сказать Пришпилить Но я думаю Что он там Всех не отобьется Черный совет Ярослав Сергеевич Повелители ужаса И другие Высокопоставленные Друхи Прибыли К двору Чтобы принять Участие В собрании Черного совета В этот день Вы можете Сдать В своих владениях Новые указы Усилить армию Так Стоимость найма Местный резерв Плюс один Чудесно На 10 ходов И в итоге Лорда Получает шанс Изменить Свою уровень верности На минус один Круто В течении 10 ходов То есть Все нас могут предать Это нам явно не надо Хотя блин А что все что Верность теряют Нет не все Установить квоту На рабов Требовать прогресса Короче мы берем То что не дает Дебафов Наоборот Повышает верность Всего 3 хода И дополнительный опыт Для Ярослава Сергеевича Наградить за верность Конечно мы награждаем За верность Ярослава Сергеевича Как у нас С верностью Дела обстоят 10 Чего ее по сути Нет вообще Ну да Мы восполняемся Даже с этим дебафом А тут еще Видите Верность Может упасть Какая держимость На десятке висит Вот видите Уже падает Постепенно У Сульфунета Вот у него ассасин есть Но перебрасывать его В армию К Малусу Естественно Не получится Через всю карту Малус сейчас тоже Поплывет В общем-то Но выплывать мы будем Думаю что Где-то вот отсюда Не с рифов Три героя в армии Конечно на мой взгляд Маловато Но Конрад Он на самом начале был Естественно Тоже именной герой На мой взгляд Три героя Это уже много Героя не заменит Отряд даже самый В общем-то Крутой Так Ярослав Сергеевич Мы ему качать Начали Так Общественный порядок Стоимость найма Но это ему не сильно Нужно будет Ему армию особо Переформировать Уже не придется 2200 становится доход Но все-таки Этого мало Этого мало Нам нужны новые земли Нужен новый приток Ресурсов Подожди К секунду Появилась еще одна задача Еле слышно убийство Надо убить 39250 тел За 12 ходов Ну это вообще Бред Бред и провокация Кстати видите Еще Хемери Что с климатом Полная фигня Если мы сейчас захватим Нам в большинстве городов Придется у него сидеть Там по 15-20 ходов Пока мы все это усмирим Вон он где продвинулся Видите захватил Он уже захватил Пиратов Сартозу Он захватил здесь Почти все Восточное побережье Я сказал западное побережье Вроде Нет он захватил Восточное побережье А тут вот рядом Малекит И Светилище Кейна Он тоже занял Плюс занял Врата Феникса Дальше продвинуться Пока не смог На горитов Что-то вообще забили болт Прошли их мимо Просто-напросто Такая вот Диспозиция На данный момент И да Малусом Лучше пока не поплывем Потому что Надо провести Все-таки решающую битву И только потом Уже уплывать И заодно посмотрим Не нападут ли крысы Из Риктуса Все-таки Есть у меня сомнения Так Малекит Отчаянно бросился Но в итоге Слил армию свою В общем Мне нравится Мне ситуация Мы не можем Сейчас толком На кого напасть Пока Не Получив Всех противников Кучу других Потенциальных Сильных фракций Да У нас в казне Много денег Но При длительной войне Это все улетит Очень-очень быстро Руслав Сергей Ищут У нас сегодня Виновник Кучи событий Статуи Один особенно Воскомерный лорд Не спросив Вашего соизволения Приказал поставить Столицу Гигантскую Медную статую Укона Омрачителя Теперь Эта уродливая Скульптура Торчит прямо Перед вашим Балконом Как вы поступите? Прокину статую Честный Порядок Все провинции Минус 5 Замечательно И получим Медный Рог Зато Наложить Штраф Верность Плюс 3 Казна 2500 Персонаж Ранен Ярослав Сергеевич Слава Хукону Усиление Натиска Плюс 25 Доход Разорения Грабежа На 8 ходов Плюс 100% Вся фракция Ярослава Сергеевича Я ранить не хочу Поэтому мы Просто наложим На него штраф Верность Минус 3 Хотя блин Верность Минус 3 На самом деле Все хреново Так то Я думаю Компенсирует Придется Ярославу Сергеевичу Штраф Выплатить Давайте-ка Мы снимем Одержимость Иначе у нас Сейчас полководцы Все Начнут Бастовать Бунтовать Нормально Посидит Сейчас Штраф Выплатит Все будет Хорошо У него 2300 Да Блин Здесь Опять Шторм Слушай Ты меня Заколебал Штормами Твою мать Если честно Ну ладно Пока я выплываю Если че Мы в Рассветной Крепости Можем Перекантоваться Какое-то время Бельненья Это Ассасин Черный Лотос Так Сплина Минус 16 Убийца Людей Шанс на успех Агента Плюс 3 Преимущество Против пехоты Усиление Найска Страшный Внешний вид Отлично Вот че Вот вместе Опять за Какая-то Просадка Резкая Вообще Последняя Дилси Мне не нравится Если у меня До этого Практически Везде было 60 кадров То сейчас Это далеко Уже не так Хотя Те же самые Драйвер Остался Тоже самое Железо Мактор Сурпендаро Пока 4200 Драйвер И сложившаяся ситуация, его там прижали довольно прилично в перешейке. И Риктус его добьет. Но я не верю в то, что с крысами у нас будет мир до конца. Я вообще не верю, что закончится все миром. Потому что с Хемри будет так или иначе война, а за ней потянется не все остальное. Просто эту войну надо начать будет позже. Не сейчас. Отзиратель получения дохода всех построек плюс 10%. Полученные потери после битв плюс 15%. Ну не потери, а рабы. 4, 260. А если так дело пойдет в этой серии боев, то, собственно говоря, особо и не будет. Мы можем напасть... Конрад Керсом набирает последний ранг. Мы можем, конечно, напасть на какие-то прибрежные города у дарков. Примерно от стадель Сумерек. Люстринский мыс. Так, что там? Чупайотль. Чупайотль тоже находится на берегу. В принципе, можем и на него напасть. Запросто. Калакс. Но пока не подойдут основные силы... Че толк? Мы город-то особо не выдержим. Как только мы из одного уплывем, тут же они прибегут сюда и... Пытаются отбиться. А пока Маус не может этим заняться. Ярослав Сергеевич. Ну, в общем-то, можно, конечно, было бы ему донанять один отряд. Тогда ему надо плыть вместе с Ковчегом. А если все-таки Риктус нападет? Если Эшен, который к нему присоединился, теперь будет за него? Но там писали, что вроде нейтральная фракция должна напасть. Все-таки нейтральная. Продолжение следует... Угроза минимальная войны с ним. Даже не знаю. Ну, давайте все-таки донаймем его фулл армию. Достопримечательности проплыли мимо. Он не достает, но следующим ходом хотя бы. Мы это сделаем. А, вот они все-таки пришли к Лотерну. Но пока не атакуют. Нашли к столице. Лотерн так просто не отдаст свою столицу. Без боя Риктус что-то теряет войска. Везде, по всем фронтам. Хотелось бы быстрее провести бой уже с этими свитками и двигать дальше. Вот так, война объявлена. Итса. У-у-у-у. Сколько он войну-то объявил? Почти, можно сказать, сели устри. Один из царей. Чудесно. Этим ходом опять не будет найма. Что же такое-то? Мы потому что двигались на ускоренном. Ну, ладно. 4-300. Пока остается, в общем-то, следить за тем, что происходит на карте. Экономика практически у нас уже улучшена. Да, максимум, сколько она и могла быть улучшена. Делаем ход. Фракция Гнев Природы. Лотерн уже начинает нам проигрывать. Он там сражается, видите, со всех сторон. Пытается отбить и восточное, и западное побережье, и север, и юг. Не позавидуешь пацанам. Литус еще, по-моему, больше сил теряет. Ну, а у нас с вами, по сути, есть 4 армии. То есть, если учитывать одну на севере, она, правда, не до конца набрана. Ковчег, Малос, фулл армия, Ярослав Сергей сейчас тоже будет целая. В общем-то, неплохо, но силы раздроблены. Провинции тоже раздроблены. Я вот так вот не люблю. Лучше, конечно, единым фронтом идти. Но тут такая кампания. Мы начали вообще с другой стороны от наших главных земель. Тут ничего не сделаешь. Готово бы тебе нанять, Ярослав Сергеевич. Тянет драконов. Ну, хотя бы одного дракона можно нанять, но это будет 3 хода стоялого. Да и в цене 735. Полторы тысячи будет доход. Ну, да и ладно. Дракон ему пригодится. 4 379. Да, у Ярослава Сергеевича растет, в общем-то, верность потихоньку. Мы делаем хор. Пока он набирается, уже будет где-то 4 600. Но я все-таки его наш с Ковчегом отправлю. Если будет война потом так или иначе с Риктусом, то... Мирный договор за 9 тысяч. Не пойти к лице на хутор, так сказать. Половить там насекомых. Да, у Риктус, казалось бы, 70 с лишним провинций. Армии меньше, чем у Малекиты или у Лотерна, у которых значительно провинций-то меньше. Так, в общем, еще объявили здесь вторые цари. Нехек, Лотерну войну. И Гермейстер, думаю, тоже будет трындец. 4 400. В этом регионе постоянно одни штормат, зирт, борден. Для начала хп мы покачаем, чтобы не убили в первом бою. А, кстати, да, ассасин-то ведь нифига не качанный. А ведь он будет участвовать в сражении финальном. Который, не знаю, сегодня произойдет или нет. Насчет клинка, кстати, писали, что, да, бой должен был с ним состояться после найма этих бичевателей колесницы. Но и квест был выполнен, то есть все, мы наняли их, пускай через ковчег. Но, тем не менее, задание было завершено, а битвы за меч так и не было в итоге. И вообще написано у Малс, что он уже как бы есть. На самом деле его нет. И битвы нет, и задания на битву тоже нет. Подневольная мудрость. Недавно ваши налетчики захватили в плен группу вражеских ученых. После недолгого убеждения они согласились обратить свои знания и опыт во благо Друхиев. Их изобретения помогут нам одержать новые победы над ненавистными врагами и укреплять свою власть над миром. Как ожидал, скорость следования во всей вашей фракции заметно возросла без малейших усилий со стороны темных эльфов. Так и должно быть. Рабы трудятся, а Друхи наслаждаются. Скорость следования плюс 100%. Скоро вот так вот будет с людьми. Всю работу за ней будут делать роботы, а люди будут отдыхать. Только вот вопрос в том, кто будет платить тем, кого сократят с рабочих мест, которые роботы как раз и заменят. Честный порядок плюс 5. Ранг нанимаемых лордов плюс 1. Честный порядок это хорошо. Стенку пока здесь не будем доделать до конца. Если многим кажется, что это время еще не скоро наступит, тем более в России, то я бы так не спешил. Думать. Ну конечно терминатор не заменят там рабочих на стройке и не будут там развозить, скажем, грузы, но на каком-то тяжелом, скажем, машиностроении уже сейчас машины делают многое за людей. И там, где требовалось раньше 100 рабочих, сейчас уже требуется, скажем, только 2-3, чтобы этими машинами управлять. Делаем дальше ход. Так, Вултарн опять резко набрался из ничего. Ну, Нагарон продолжает сюда плыть. А Вултуаны, так сказать, поприветствовать. Лотерн. Хемри опять набирается, но скорее всего набирают они больше в южных землях, чем в самом Вултуане. Их оттуда выперли, думаю, что столицу там сейчас заберут. Если еще не забрали, надо сейчас проверить. Хотя у них, в принципе, какая разница. Вултарн не выстоит, разве поздно их сомнут. Я в этом уверен. Не смогут они перейти, в общем-то, в контратаку. Дипломатические отношения с темными эльфами и высшими улучшены. Общественный порядок. Так, для новых боевых зверей. Общественный порядок опять. Возможность есть улучшить. По поводу технологий. Чего мы там с вами будем качать дальше? Щита для лордов-героев. Скорость для... Можем покачать шаги во тьме. Дальность перемещения по карте плюс 10. Это поможет иногда уйти или кого-то догнать. Скорость для ведьм. Но мы их не используем. Я что-то их не особо люблю. Они, да, быстрые, но... Они почти как гномы. Только гномы-то лучше. У них смертники-то голые. Они хотя бы не убегают. А ведьмы могут отступить. И при этом без брони их очень быстро перебивают. Скорость плюс 10 для, короче, черных стражей, палачей и сестер резни и ведьм. Пять ходов. Будет исследовано. Мастители их зовут. Все, пытался вспомнить, как их называют. Как их величают. Так, здесь мы нанялись. 960 всего лишь доход. Хух, хрена. Там торговля, что ли, падает. Должно же быть, было полторы тысячи. Да. Сколько у нас там осталось еще? 4 500. О, кстати, капитан Сизику. Надо вот ее уничтожить. Единственный бомж, с которым мы воюем. Ну, а тут пока приближаемся, в общем, дальше. У-у-у, минус 10. Какого хрена? Скверно. Почему с ней никто не борется? Скверно. Нет, крысиная продолжает распространяться, хотя у меня здание здесь уже четвертого уровня. Так что, нет, Ярославу Сергеевичу лучше все-таки пока остаться. Пока ему остаться и не уходить. У него тут будет восстание, а нам такое не нужно. В Сурпендаре все нормально. Маусом пробросим после финального боя. В общем-то, с Ярославом Сергеевичем туда, на юг. Неприятно, безусловно, ждать. Все, Хемри грохнули и забрали такие восточные побережья себе Лотерн. Но Хемри вернется. Неприятно вот это вот сидение, бесцельное. Но, как говорится, побеждает терпеливый. Я говорю сейчас, начать войну с Хемри, это значит, сагрить на себя, возможно, еще и всех остальных. Но с Риктусом, тем более, мне война не нужна. У меня нет по условиям его, как противника на уничтожение. И если он с Малекитом не будет воевать, то, в общем-то, почему бы и не оставить их обоих? Насчет конфедерации с Малекитом. Ну, такой вопрос, в общем-то, у нас с ним по силам-то почти паритет. Если я захвачу юг, люстре, может быть, за деньги получится. А может и не получится, не знаю. Может, он вообще не будет конфедерироваться в любых, так сказать, условиях. Сульфунет. Мы можем еще уменьшить у него содержание, теоретически, у армии, но надо еще покачаться. 4600, почти. Почти готово. Вот Ассасин, конечно, непрокаченный. Достаточно серьезно напрягает. Прямо очень сильно. Ну, я не вижу особо большого смысла качать в городах что-то, связанное с наймом, потому что с Ковчега нанимаются войска уже сразу более опытные и быстрее. То есть, достаточно просто подойти на побережье и спокойно нанять эти войска. Да, нам лучше остаться, потому что... Все это может печально закончиться, все эти невосстания. Кстати, у нас тут осталось парочку мест, куда мы можем сплавать. Прежде чем мы уплывем. Ты что, отхочешь, что я не достал? Да, он именно это и хочет сказать. Я не достал. 689. Ну, мы тут еще, видите, барражируем между провинциями. Тут доход туда-сюда из-за этого прыгает. Вроде торговля не меняется. Сизику надо утопить. Она что-то не выходит на контакт с Ковчегом. А нифига, Хемри еще не всех дембили. Одна армия продолжает бегать. И не только одна, они в Лотерне так и сидят. На ускоренном. Может быть, это уже новые приплыли. Из южных земель. Я вообще впервые вижу, что, по-моему, Хемри в Лотерн вторгались. Да еще в таком количестве. В кампании за Скраер. Их уничтожили уже давным-давно. Но сил у них таки меньше стало. Лотерных выжнет. На удивление, они быстро перемещаются. Успевают перекрыть оба направления. С севера и с юга. Ну, там, где их максимально. Давят. Блин, один ход остался. Опять до одержимости. 4659. Рост мне особо не нужен. А вот в исполнении потерь. В общем-то, пригодится. Капитан Сизику у нас опять куда-то исчезла. То есть она плыла-плыла здесь. А где она вообще находится? Ла-ла-плыла, ей исчезла. Охренела, она просто испарилась. Причем ей прятаться негде. Все остальные воды контролируются нами. Мы должны ее видеть. Но она испарилась. Клево. Эффективность на карте кампании повысится. Казана полторы тысячи. Дальность перемещения плюс 25%. 10 ходов. Поплыли потом туда. Сплаваем. И поплывем все-таки к Даркам потихоньку. Хотя и без особого фанатизма. Казну сохраняем, пока не будем тратить деньги, в общем-то, никуда. Особо. Даже с армией общественный порядок еле-еле держится. Крысиная скверна медленно исчезает. И 5 ходов. Для улучшения главной постройки. Тоже нужны будут деньги. Одной мало. Нужно эту хреновину разрушить, конечно. И построить здесь... Арину. Ну, или бойцовские ямы там максимум построятся. Тогда сможем уйти, либо... Расправляться со скверной. Это будет долго. И упорно. А просто так отсюда не уйдешь. Наверное, разрушу и поставлю лучше еще одно здание на общественный порядок. Ну, если на момент выхода... Не исправиться. А я думаю, что нет, потому что плывем мы раньше все-таки. Слишком долго мы, видите, не можем даже выправить. Посадив туда армию. Не знаю, куда там, короче, войска девает Риктус. Он по-прежнему проигрывает нам. Хотя его империя больше, чем наш. Раз, не знаю, в 7, наверное. Не меньше. Ну, или барс нехек не представляет для нас угрозы. По большому счету они довольно далеко. Даже если бы они сторону нашу не приняли в войне. С Хемрией ничего бы не изменило. Алхимик Сульфунет. В одном из набегов ваши воины захватили в плен асурского мага. Лорд, возглавлявший поход, хочет оставить его себе. Но, говорят, этот маг обладает пророческим даром. Это может вам пригодиться. Верность минус 3. Сумка с зельями. Так. Он мой. Забирай его. Пускай забирает. Верность плюс 2 и плюс еще и деньги. Так, ладно. Все, конечно, замечательно. Плюс 4. Вот скверный потихоньку снижается. Но все-таки это очень медленно. На доход, по идее, это особо не должно повлиять. Но здесь зато скорость исполнения потерь была довольно приличная. Вот в чем дело. Нужна ли она нам? Через пару ходов мы уже уплываем. А нам надо к этому моменту восстановить. Будет здесь общественный порядок. Иначе все это будет зазря. Подводные трофеи. Сразиться. Ну, это, видите, не черепушка, поэтому армия не полная у них. Второсчет, конечно. И берем мы рабов. Зелие силы. Рост плюс 30 все провинции. Доход от всех построек. Плюс 10% все регионы. Угу. Сейчас. Вот засекаете. 2000 доход. Это у нас на 6 ходов. Сейчас я сдвинусь куда-нибудь, и это испарится. Фигня. Уважение и страх снижаем еще. 2600 становится доход. Это уже хотя бы на что-то похоже. Пока ничего не изменилось. А, вон капитан Сизику где-то появился. Так, 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 так. Ух ты, нихера сегодня армия какая. Призраки, пушкари, коронада, колосс. М-м-м. Ну, Маус-то разобрался бы с ней, но у него осталось не так много ходов. Сперед ли он потом восполнится? Вот в чем дело. Она еще и отступит, скорее всего. Еще и две пушки. Лучше бы, конечно, ковчег атаковал. Ассасин еще, видите, тоже не готов к этому бою. Ну, если бы на бою быстро повязали, безусловно, это бы здорово их накрячило. Ладно, подождем ход еще. Не хочу рисковать. Навананятым ассасином. Я не хочу рисковать восстановлением потенциальному Маусу. Потери после этого боя должны быть немаленькие. Но минус в том, что она может опять уплыть. За ней потом придется гоняться. Но она и так бы отступила. И так, и так пришлось бы гоняться, возможно. Так, Лотерна садили. Но одной армии, не знаю, возьмет ли он там. Ну, хотя гарнизон-то, наверное, цари еще не успели там, надеялось. Мощный. Может, и возьмет. А может, сейчас еще одна армия подойдет. У Лотерна войска лучше, чем у царей. Да у них вообще, наряду с Дарками, лучшие войска. Хотя, вот видите, не смогли. Хемри вылез и, в общем-то, сумел отбиться. И поменял армию. Одну он поплыл назад, а вторую посадил. Все по науке делает. Союз против нас, гнев природы. Чудесно. Это чудо. А это бомж, который находится рядом с Малекитом. Круто. И... Хм... Может, напасть только вот на Сторок... Стороккор. Стена есть. Но, конечно, войска там говно, говно. Либо на столицу прийти и напасть. Но это было бы для него самоубийством. 2,200 доход. Но, кстати, падает торговля, заметьте, довольно серьезно. Было 4 тысячи, а стало 3,5. Так, Сизику пытается уплыть. Мы ее догнали. И, наконец-то, она принимает бой. Все-таки один бой сегодня да состоится хороший. И, да, еще, возможно, будет финальная битва с этим мастером-ассасином. Посмотрим, кто кого. Две золотые армии. У нее опыт еще больше. Естественно, в море они там, видать, распевая ром. И... Пая матросские песни. Набрались и... Максимальный уровень прокачки. Колосс, пушки опасные. Ну, матроснята, все это фигня, конечно. Вот эти вот, кстати, тоже бомбардируют у них. Довольно дальнобойные. Два отряда. Да, в общем, все, короче, опасны, кроме бомжей. Матросов. Учитывая, что у нас нет с вами. Кстати говоря, мы можем сейчас вот как сделать. Мы можем избавиться от их арты очень легко. Она по параболит не особо забрасывает. Но встанем под стенами. И дождемся, пока... Они подойдут ближе. И там уже пушки у них будут бесполезны на этой дистанции. Видите, они считают сверху. У них преимущество есть. Так, а я считаю, что эти кранаты стреляют. Так, пушки, пушки, пушки. Это эти параметийцы. Так, одна здесь. Ублюдок. Вот эти вот пушкари с верхней палубы тоже довольно неприятные. Вторые здесь. Таким углом они могут и прострелить. В угол. Да, но остаются драконы, которых мы не спрячем. У них не хватит дальнобойности на всю карту. Как только я не оторвусь от них, потом можно будет драконами полететь, разнести их пушкари. Но, опять же, пушкари с верхней палубы стреляют крайне далеко. Хотя у нас тени тоже дальнобойные. Тоже, конечно, расстановочка так себе. Но, я надеюсь, что они смогут перекинуть. Зато мы избавимся от их пушек. Понимаете, тяжелая пехота. Пока мы добежим до них, нас расстреляют пушкари с верхней палубы. У них довольно приличная дальнобойность. И коронада нас тоже там положит. Плюс колосс. Фактически еще одна пушка дополнительная. Ну, что, давай. А-а-а! Ах ты тварь! Или нет, они все-таки пошли. Ага, пушки все-таки пошли двигаться. Остальные встали. Атакуем же мы, а не она. Да. Обе коронады двигаются. Это хорошо. Как только они подойдут ближе, я их уничтожу драконами. Мы избавимся от двух пушек. И дальше они уже пойдут в атаку. Была правильная идея встать за этим строением. Что там внутри, интересно? Кто-нибудь заглядывал туда? Ах, хрен он знает. Что-то там такое. Вода, наверное. Здесь мы же находимся, типа, на палубе. Да. Там вода. Наверное, для сброса трупов они составили. Эту дыру. Мы можем, кстати, по ним пострелять и заставить атаковать. Еще одна. Возможность. Хорошо, вот призрак как-то аж на пол хп накрыла. Пушкарям тоже врезало неслабо. Но основные силы у них пока стоят. Они рассчитывают на свою артиллерию, а мы подождем, пока она ближе подкрадется, чтобы мы смогли драконов наслать. Сколько она далеко стреляет-то? Довольно далеко. Она, кстати, до драконов-то достанет, только не дракона ее цель. Ага, они пошли. Они таки пошли, получив урон. Зря выстрел, надо было подождать. Ну, хотя, если пушки зайдут сюда, вообще мы их очень быстро уничтожим. Надо было чуть подождать. Сейчас бы мы с ними разделались. И все. Но, видите, лететь было тоже опасно, потому что колосс мог бы пострелять и под драконом в том числе. Пока еще рано. Да, они выходят на пехоту, то есть они навелись на кого-то из пехоты. Хорошо, что ком дурак. Если бы он был, конечно, более такой прошаренный, он отошел бы в углы. А хотя он и с угла бы не смог прострелить. Ему в любом случае пришлось бы идти сюда. Но если бы играл бы я за них, я бы стал бы пушками вот здесь, конечно. Но тут такая тоже сложная ситуация. Встать-то можно и здесь, но тем не менее вы все равно не сможете прострелить. Угол будет мешать. А если бы противник стоял вот таким вот построением, то пушки пришлось бы двигать тогда вот сюда бы, чтобы он мог прострелить. А тут уже и тени могут доставать. В общем, много кто может доставать. И до них можно уже и добежать в том числе. Так. Кгдаем в кучу. Собак успеет, наверное, вырваться. Есть попадание. Но вскользь. Пушки почти добрались, уже обосрались. Пока не. Выводим никого. Сейчас черными стражами порубаем. Здесь каранада ползет, но она еще довольно далеко. Так, теперь они пошли стрелять. Если бы они будут видеть, уже палить. Первый раз такую установку используют тупую. Но здесь она может неплохо сработать. Так, дракону сюда. Холос надо убить. И как можно быстрее. Каплант. Увенчивается так или иначе успехом. Гоня по левиафану этому. Видите, ситуация такая сидит. Не очень хорошее, Стражам тоже наваливают. Что поделать? И в итоге, видите, у них уже и стрелки тоже все ввязались в ближний бой, потому что им неудобно стрелять было. Так, выводим, кстати, пацанов наших. Ударим с тыла. Они все-таки пытаются прострелить, и кому-то... кому-то удается это сделать. Ну и ковчег вообще не проблема сполниться, даже потери слимут какие-то. Не очень, не против Стражей Голубин стоят. Такая, казалось бы, чудовищная броня, и ни хрена. Так это даже не с древковым оружием, а обычные Стражи. Голубин. Так, что, ну давай на взлет. Мы готовы! Глористая уничтожность! Слабь их! Слабь их! Нагароти! Пробь их! Пробь их! Пробь их! Пробь их! Хоть их забить вдвоем! Дред Найты! Был почти окончен, но как и вампиры, пираты бьются до конца. Забили. Скупает чудесным образом Харибда. Да, правый фланг наш. И левый сейчас тоже будет, они разваливаются. Закончена эта победа. Как я ожидался. Умеренные потери для такой армии, с которой мы дрались. Армия была не слабая в целом. Капитан Сизико повержена. По идее, у него должна была быть только одна армия. И они должны быть уничтожены. Но по количеству одинаково. Дракона нас убили хорошо. В общем-то и все. Тени постреляли вообще слабо. Можно сказать, что нифига не постреляли, но они по крупным там долбили. Краната у них 41-го смогла убить, это видать вторая. В общем-то и все. Прометийцы неплохо повоевали. Вот призраки убили Левиафан. Ну а у нас так, средние все. 122 вон. Набили рыцаря на холнокровных. 1900. Возьмем рабов, исполнение потерь. Все. Капитан Сизико утоплено. Но, кстати, это абсолютно ничем не говорит. Потому что... В гавани восполнится. Потому что она появляется потом снова. Через какое-то время. Делаем ход. Неплохой. Мне понравилось, как я ее развел. Как лохушку. Если бы я стал на открытом пространстве, скажем, если бы я отковал бы Малус, потери были бы на порядок больше. Потому что и колосс был успел пострелять, и пушкари бы постреляли. И пушки постреляли. То есть пока мы дошли, мы уже бы несколько сотен потеряли бы до них. А тут в итоге у них стрелки почти все были выключены. И арта была выключена. Из боя. И то, в общем-то, они проблем создали. Ну, у нас с теням было неудобно стрелять, но в целом, зато, говорю, мы избавились от гораздо больших проблем с их стороны. Чё тебе надо? И опять, главное, просто так. Сил уже вообще нет, но денег не предлагает. Ну, может, у него и денег нет. Хрен его знает. Задание не выполнено. Ну, ладно. Общественный порядок плюс 3 от провинции Ярослав Сергеевич. Закон это я. Хороший принцип. Так, общественный порядок плюс 5, но нам надо больше. Больше. Поэтому мы строим позорные столбы дальше. Чтобы отсюда нормально уйти, нам надо конечно поднимать его на новую высоту, так сказать. Исполнение идёт быстрее, но тоже всё. Всё такое... Всё такое медленное. А вот Терн, смотрите-ка. Успел набраться, я думал, ему уже трындец, а нет. Ничего подобного. И он отбивает свою столицу, вышибая хибри. Значит, и окончательно. Ну, на горон тоже набирается. Начал реализовывать планку. С риктусом. Достаю из широкий штанин. Но у них есть, в общем-то, поселение-то. То есть, войска им есть откуда нанимать. Смешно выглядит, когда фракцию, которая один город, нанимает пять армий элитных. А ещё смешнее выглядит, когда у неё нету зданий для найма, они нанимают. Вот это ещё забавней. Фракция уничтожена. Экспедиция гермейстер. О чём я говорил. Война объявлена. Бич квитании. И чё-то там ещё кто-то там вот объявил. Бич квитании и орден ухранителей. Надзиратель, доход от всех построек, плюс десять от региона. Вот неплохо было бы в столицу носовать этих надзирателей, на самом деле. Такс. Три хода ещё будет в исполнении потери. Ти, это плохо. И очень долго. Поэтому пока плывём, потихоньку. Если чё, в рассветной крепости, да, делаем. Ну вот можно эльфийское целительство, так сказать, подключить. Но не намного лучше, честно говоря. Есть тут другие войска, но не на ковчег. Да, придётся исполняться, я думаю. В рассветной крепости, ну да и ладно. 4886 мы в одном. Шаги. Ассасин ещё раз успел прокачаться, и мы качаем ему. Всё-таки хп. Кстати, да, по поводу доспехов вовремя показали. Плащ Хагрифа. Одноручное оружие у неё, к сожалению, нет свободного. А нет оружия практически никакого. Способность, зелье и силы. Урон сквозь доспехи, урон оружия. Неплохо. Правда, временно. Общественный порядок и усё. И больше нету. Тимохоронитель, оратор, надзиратель, промышленник. Оратор, общественный порядок. Ну ладно, хотел носовать, но свободных нету. У кого-то убирать. Кому-то добавлять. Делаем ход. Буквально ещё два хода, я думаю, осталось до финальной битвы. А нет, Хемри полностью не выперли. Они ещё плывут. Мирный наговор уже за просто так. Кстати, неплохо они тут по силам поживают, но я думаю, что нам это не нужно абсолютно. Зачем нам с ними мир заключать, когда, возможно, мы потом их будем в люстре долбить. Если Риктус, конечно, не захвастит раньше. Да, Нагоронт начинает набирать. Набирать достаточно быстро. Но он, видите, не теряет в войне с Лотерном, по всей видимости. Потому что Лотерн заня сейчас не им. Хм, Хемри. Осадили. Слояли, но возьмут, не возьмут. Такой вопрос с урной. В зависимости от гарнизона. Так, скорость для эльфийских ведьм. Стражей, плачей повышена. Дальше мы будем с вами исследовать. Исследовать мы с вами будем дальше. Местный резерв найма. Принуждение к покорности мне особо сейчас не нужно. Не нужном. Может, что-то из старых полезное осталось. Не за пятность вся фракция. Плюс один спас бросок для эльфийских ведьм. Вот не за пятность, кстати, нам бы пригодилось. Быстрее от скверны избавляться. Пока я, пожалуй, прокачаю. И остается, да, скорее всего, один ход до финальной битвы. Не знаю, правильно ли было стоять ассасина на нее, не каченого. И если Конрадит, я уверен, то в этом чуваке нет. Вести войну с двором Лебароса. Полторы тысячи рабов получим и одержимость. Нет, спасибо. Кстати, мы будем бой без держимости проводить, так что в Дзаркана-то мы не сможем трансформироваться. Ну да и ладно. Мы выиграем и без Дзаркана. Надеюсь. Отбился, отбился. Лутерн. Гексадль практически уничтожен. Да, Нагорон что-то набрал вообще катастрофически много. Я, конечно, за него рад, но это нам помешает конфедерироваться. Но там не только военная сила влияет, там еще влияет количество провинций. И отношения общие. Хемель еще больше проседает. Но, тем не менее, пока мы нападать на него все-таки не будем. Тем более, он требует Лутерн. Не дает ему особо усилиться. Это тоже хорошо. Иначе бы Лутерн сейчас переключился полностью на Малекита. Итак, бой. Крысолюдам не с числа. Но это всего лишь грызуны. Темный клинок, разгони толпы этих зубастых тварей. Подари смерть мастеру смерти Скавенов. И одержи победу над своим демоном. Включаю все. Так, финальная битва. Выиграть следующую битву с армией, которой командует Маллс темный клинок. Становление тьмы. Последняя из затребованных Малекитом свитков собрана и готова к отправке. Скоро король чародея даст Маллсу рецепт эликсира. И тем самым позволит своему слуге взять обуревающего демона за горло. А Маллс остается только пережить последнее нападение Скавенов. 20 тысяч казна. Ну, 20 тысяч это хорошо. И рецепт эликсира. Вражеские войска. Ожидается подкрепление. Ассасин мастер. Трер-клинок. Но это не тот, который... Не тот, который нам нужен-то. Бегущий убийца. Опыта. Ну, по крайней мере, здесь мы никого не видим. Обычные войска. Бегущие ночью прощи. Но тут будет подкрепление. Сколько его будет, тоже не совсем, так сказать, понятно. Что-то бубляет внутри. Ну, что. Да, здесь не будет объявления войны напрямую. Это просто будет как... Сражение за какой-то там отдельный предмет. Ага. Такие у них будут войска. А вот и Сникч, в общем-то. А вот у него войска уже будут с опытом. Ладно, мы видывали армии-то и побольше. Арты у него не будет. В основном это как раз ассасины, бегущие убийцы. Клонокрысы. Да, будут стрелки с джизайлами. Бегущие ночью прощи будет довольно много. А у нас, кстати, тоже будет подкрепление. Анарсис кровь гидры. Ну, какие-то бомжи, но тем не менее. А дисциплина минус 8 вокруг себя. Дадим как раз ассасину нашему новому Дзирту Дордену. Но пока я ничего катастрофического в этой битве не вижу такого. Причем там писали, что типа, во, все, трындец. Какая-то странная встановка. Так, подкрепление выходит сзади. А если будут прямо перед нами? Интересно, они будут сразу или нет? Какой-то узкий проход. Здесь тоже узкий проход. Не знаю, что за карта. Сейчас посмотрим. Короче, поехали. Получим эликсир, так сказать, разделаемся с этим Сникчем. Хотя он уже сам с собой и так разделался, став рабом Риктуса. Ну, не рабом, он типа партнером стал. Он присоединился к нему. Приведущие вторжения, по-моему, более опаснее. Если вот никакого подвоха нет, то я не вижу, в чем особый смысл и сложность данной битвы. Ну да, ну да. Возможно, что моя работа там в Трульдварах не закончилась. Сейчас, как раз, массажа-грады на место в глубокой точке. И действительно не хотят меня появиться. Если я могу вывать вас от меня, Заркан, то я бы вам этоищал. Если бы ваши другие награды были так глиботами. Он не может быть в порядке. Мой охлаждение будет сходить скоро. В общем, в общем, он предпочитает это. Он предпочитает это. Он предпочитает его. Так, они уже атакуют. Малекит, может, вообще его обманет? И, о-о-о, понятно. Они, короче, с двух сторон идут. Вот в этом, походу, и сложность. У меня даже времени перестроиться-то нет. Видите, пока что думают, идёт подкрепление, нам бы залезть бы наверх. Лезет колёса. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, они с двух сторон идут. Это очень плохо. Да, дерьмо, магия. Ой-ой-ой-ой. Нет, мы уже не успеваем на мост выйти назад. Ну и не успеваем выйти на мост. Драконов подождём тоже назад. Пробуем обойти сзади. Да, неудобно с двух сторон, конечно, провалять. Дарки не успевают, в общем-то, к нам на помощь. Дракон не успеваем. Саунд. Канаджа. Канаджа waits. Суни-да! Нагарофи! Вот! Вы понимаете. Пак! Кот! Баттлера-дет. Переведуя. Саунд. Друки. Никтач прибежал, так, короче, его надо убить какого-то быстрее Чудесно, но все же Стражи убегают Маус, твою мать, ты че там делаешь? Так, со второй стороны тоже прорвались Гидр какого-то хера убегает, в общем-то, с целым хп Охрен там дарки делают, они вообще идут или они там стоят? Продолжение следует... Продолжение следует... Мы готовы Ревенант, око! Уσηøre! Возвали! Вーム! Ваванта, whatever it takes! Уважаем어�虚ки! Дарки подходят, но мне уже тут почти всю армию разбили нахер. Молодцы, конечно, помогли, просто как цари. Но вся сложность была в том, что у меня такой с двух сторон, и тупо пытается задавить массой. Продолжение следует... Так, ладно, этим вроде занялись. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что-то Дарки-то не особо с ними и справились, надо сказать. Мы даже совсем не справились. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, они сдаются вроде бы, но опять не все. Продолжение следует... 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 Но это лучше... Но это лучше, если бы я знал бы еще, что тут за бой изначально. Я провожу первый раз, вижу, так сказать. М-м-м... Ну все бились достойные. Кстати, новый Ассасин тоже выжил. 44 убил... Больше чем даже Малус. Стражи и Палачи тоже отчаянно бились. Один отряд погиб... Стрелков Ну, в общем, все убили много Их было на порядок больше, чем нас То есть, считайте, там 3200 против 1100 Подкрепление подошло уже в самом конце Толку от него было крайне мало Там, так сказать, только на себя огонь Отвлекли на 2 минуты Жесть Да, много воинов впало Раз, два, три А, кстати, выжили тени-то Три отряда погибли Четыре даже еще и гидро погибли Плохо-плохо Надеюсь, Малекит отдаст сутки зеледа Или это был на ей обман Посмотрим Малекит не лгал Тайна эликсира открыта И темный клинок сможет Подчинить демона себе Дзаркан, бывший осушитель миров Был пленником, а стал рабом Малус темный клинок Тиран из Хаггрефа Повелевает демонической силой И вместе с демоном Служит страшному королю-чародею Даже так Ну окей Что теперь? Это меняет Пузырек будет бесплатным или как? Пипить эликсир Да, то есть он одержимость набирает В общем-то так же Только теперь мы сможем эликсир пить Не за деньги, а бесплатно Ну я так и думал Что примерно оно и будет Мастер смерти Сникч побежден Шанс успех 10 героев Плюс 4% Свойство скрытность Если бы я конечно знал Как будет проходить бой Я сыграл по-другому Я занял бы сразу бой вверх И та армия, которая ломанулась Через, так сказать Узкий проход Была бы сразу закрыта А пока я тут сориентировался Пока что Прошли вот эти вот считанные 3-4 секунды И он успел наверх забраться То есть я не успел там Поставить тени Я не успел заткнуть палачами И тогда нижнюю армию Можно было разгромить бы Гораздо тоже быстрее То есть минимум там Ну 4 бы отряда хватило бы Стражей наверху бы 2 отряда стражей 2 отряда палачей 2 отряда В общем-то стрелков Которые бы настреливали бы сверху Там по крысам Которые находились бы снизу Он нас не смог бы обойти И остальная бы армия Могла бы атаковать Нижние цели Которые заходили слева И соответственно гидры дракона Могли бы разбить по ним Соответственно хладнокровные Могли бы обойти бы сзади Армия вторая была бы разбита Быстро И потом и обрушилась уже на основную А так получилось что Мы оказались в окружении Из-за этого в общем-то И бой был сложным То есть играя второй раз Его можно выиграть вообще Закрытыми глазами Той армии Которая допустим У меня сейчас была Ну и 20 тысяч мы получили Получено Потерь после битвы Плюс 15 Доход от построек Опять надзиратель И посланник Ассасину конечно повезло Неимоверно Если бы он погиб То все Погиб значит до свидания Без бессмертия Маус 34 уровень Но я в общем-то Его прокачал Хотя нет Или да Ну вот это вот можно взять Тоже Спротивление урона Сила оружия Скорость Для драконов Харибт На седьмом уровне Тоже пригодится Итого Ковчег еще не успел Уплыть Это хорошо Потому что Маус Сейчас как раз Наимется Так У нас погибла Гидра У нас погибло Тут несколько отрядов Тяжелая пехота Офигеть Ран кстати Девятый уже нанимается Смотрите Это просто Прекрасно Гидра Восьмого уровня Нанимается В общем-то Мы ничего и не потеряли Мы потеряли только Три хода времени Немного денег На наим Придется к Ковчегу Еще три хода постоять И Ну заодно Повосполняться Итак Финальная битва Выиграна Делаем ход С Риктусом у нас Как Был Военный союз Так и остался Но отношения Правда портятся Великая держава А Война с державой Клана Эшен Которого нет уже Понятно Вот из-за этого И ухудшилось Ну это Этот дебаф Быстро пропадет Теперь можем Переть на Дарков Как и планировали Но это уже все будет В следующей серии Сейчас мы просто Ход закончим И на этом все Девять у них городов Осталось И Ууу Малекит первый по силам Как уже вперед Тулпер Вот терн второй Тридцать два города У Малекита Тридцать Почти они равны Хатль два И Ца один Но при этом Какие-то армии у них есть Там Непонятно Риктус Восемьдесят Мать его Три А ведь было в начале серии По-моему В семь семь Сегодня Да Война с ним Конечно Ознаменует Серьезные проблемы Если она Вообще будет Но она будет Только в одном случае В двух точнее Если он нападет На Малекита Или Малекит нападет На него Ну и соответственно Если он нападет На нас Второй вариант Это маловероятно Я имею ввиду Риктус Случай опять Только от нападения На Хемри Надо бы с ним Разорвать Будут все договоры Когда будем нападать То есть там И торговлю Но нам нужна Лучшая экономика Чтобы все это сделать То есть разорвать торговлю Договорное нападение Там Право прохода Точнее И военный союз Это надо все сделать За 10 ходов до нападения Тогда может быть Они И примут Нашу сторону В случае атаки Ну Либо вариант номер два Можно вообще не просить У них помощи Просто напасть Да Это испортится Со всеми отношения У нас будет Типа там Недоверие И прочее И прочие радости Но Зато мы внезапно Сможем атаковать Ну я подумаю Короче Как лучше сделать 2 700 доход Да В общем-то Все неплохо Смотрим Как у нас там дела У Лотерна Напоследок Хемри продолжает Туда армию посылать Но Лотерн А нет Не все Он забрал Как видите С Хемри Он продолжает Воевать на востоке И плюс К всему Еще и Малекит Его плющит В общем Не позавидуешь Лотерну Но пока он вроде держится Хотя Малекит Наращивает давление И скоро Лотерну Просто нечем Будет сопротивляться Все будет Все будет Закончено Все успокойся Малос Ты уже контролируешь Его Теперь у нас Лучшие друзья Мы можем хлебать Пузырек Когда захотим И не тратить на это деньги Надеюсь Что данная серия Вам понравилась И не забывайте Поставить лайк Подписывайтесь на мой канал Если еще не подписаны Вступайте в нашу группу ВК Оставляйте свои комментарии На сегодня Все В следующем эпизоде Нападем на Дарков В люстре И будем воевать С ними С вами был Крестоносец Всем удачи До новых встреч Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok